МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карикатура изображает трех мужчин и женщину, стоящих посреди развалин города и беседующих друг с другом. Один из них говорит, что в Донецке установилась скука перемирия, а поэтому не организовать ли нам что-нибудь с карикатуристами? История Шарли Эбдо начинается с 1970 года. Сатирическое французское издание леволиберальной направленности нередко высмеивает ультраправую политику и религию. Зачастую это происходит в форме, которую некоторые полагают неприемлемой и оскорбительной для себя. Как считается, именно это послужило причиной нападения на редакцию издания, совершенного 7 января 2015 года. В ходе него погибли 12 человек. Причиной теракта послужила публикация Шарли Эбдо «Карикатуры на пророка Мухаммеда». Новый номер журнала, который уже назвали номером выживших, мгновенно раскуплен не только во Франции, но и по другую сторону Ла-Манша. Желающим получить заветный экземпляр, пришлось рано утром занимать очередь у британских магазинов, торгующих французской прессой. После терактов в Париже многие поддержали издание, выйдя на улицы европейских стран с лозунгом «Я Шарли». Однако есть и те, кто почувствовал себя оскорбленным тем, как журнал изобразил пророка Мухаммеда. Эмоции накаляются. Когда владелец одного из магазинов выставил на улице рекламный щит, ему стали угрожать убийством. Мусульманские лидеры Великобритании обнародовали совместное послание, в котором призвали общество к спокойствию. По их словам, большинство мусульман будут задеты, обижены или расстроены публикацией карикатуры на обложке нового выпуска журнала. Вскоре трагичную тенденцию подхватила и украинское по большей части сообщество. В связи с не менее ужасным событием. В соцсетях стали выкладывать фото с плакатами, на которых написано «Я Волноваха» или «Жесуиз Волноваха» в память о погибших пассажирах автобуса у блокпоста возле Волновахи. Представитель генерального штаба, начальник командного центра ВСУ, генерал-майор Богдан Бондар в зале Верховной Рады заявил, что рейсовый автобус был расстрелян на одном из семи установленных СНБО, пунктов пропуска граждан и зоны АТО. Но на фотографиях, представленных с места трагедии, мы наблюдаем картину, категорически противоречащую словам украинских властей. На корпусе автобуса нет никаких следов взрывной волны, есть невыбитые стекла и непробитые скаты. Более того, нет следов пробития осколками левой стороны транспортного средства, при том, что правая кучно усеяна множеством отверстий круглой формы, при том, что пакет града разбрасывает осколки на площадь 145 тысяч квадратных метров. Также на видео и фотоматериалах, которые использовали украинские средства массовой информации, отчетливо видно, что окрестности абсолютно целые. Снеговой покров не нарушен, никаких следов обстрела, который якобы закончился около получаса назад. Ветки спиленного дерева закрывают дыру, которая представляется как воронка от града, но никакой головной части снаряда в дыре нет. Как и нет никаких следов снаряда, обломков и так далее. Есть изрешеченный автобус и жертвы в нем. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что грады к трагедии не имеют отношения. Это также подтверждают даже несорванные взрывной волной занавески, посеченные стеклом и целые сиденья салона. В итоге имеем свежую ложь украинских СМИ, которая разваливается на лскуты, если начать раскручивать логическую цепочку и задаваться правильными вопросами. Не странное ли местонахождение у автобуса, который расположен на траектории падения лжеснаряда? Почему дерево спилено? Почему автобус припаркан в 10-15 метрах от дороги? Или это не случайность? Разве колышек метко воткнут в снег неаккурат рядом со сколочной миной? Разве на фотографиях мы не видим поражающие элементы подобных мин? Много логичных и интересных вопросов, которые указывают на истинных виновников трагедии, случившейся под Волновахой. Уже 22 января в Ленинском районе Донецка на остановке общественного транспорта произошел обстрел. Погибли 13 человек. Еще столько же находилось в критическом состоянии. Состояние 10 пострадавших оценивалось как средней тяжести. И никаких акций нет. Нет пресловутых «я бассе». Есть очередная боль граждан ДНР. Это при том, что 22 января был назначен обмен пленными между украинской стороной и представителями ДНР, которые со своей стороны соблюли все условия. В то время, как президент Украины Петр Порошенко в довозь льет крокодиловые слезы по погибшим Волновахе, украинские силовики, уподобившись ваххабитам и боевикам Аль-Каиды, продолжают террор против жителей ДНР. Так, сегодня о 8.30 утра минометному обстрелу со стороны украинской диверсионной группы подверглась остановка общественного транспорта в Ленинском районе Донецка. В результате теракта 13 человек погибли на месте. Количество раненых уточняется, их очень много. Также нашей съемочной группе удалось снять проявление любви жителей Донецка к пресловутым украинским киборгам, командира которых Олега Мицака специально привезли на место теракта, чтобы показать командующему 93-й бригады, с кем они воюют. Машину открой! Он сказал, что это делают спецгруппы ФСБ, или россияне. Чтобы ты был брохлят, тварь! Это россиян, будь ты брохлят, тварь! Люди не скупились на слова любви. Вот так Украина и ее союзники хотят перемирия. Напомним, что 21 января состоялась встреча нормандской четверки, в рамках которой Украина предлагала обсудить вопросы перемирия. Сегодня вся Донецкая Народная Республика скорбит по погибшим в результате обстрела остановки Басы в Ленинском районе города Донецка. Здесь нет своих и чужих. Здесь просто надо быть честным с самим собой, приглушить в своем сознании навязанной политикой принципы и понятия. Эта война забирает жизни близких, там людей. Эта трагедия произошла утром 22 января. В результате обстрела транспортной развязки в микрорайоне Басы погибли 13 человек, еще 12 были ранены. Все пострадавшие были мирными гражданами. Вот уже в течение 8 месяцев на Донбассе гибнут люди. Старики, женщины, дети. Те, кто никогда не имел отношения ни к политике, ни к военным действиям. В то время как украинские власти и украинские средства массовой информации ежедневно придумывают сказочные истории и оправдания, ежедневно не устают обвинять во всем Россию, у нас происходит геноцид населения. Мы неоднократно приглашали на Донбасс всех, кто ищет правду. Но народ Украины отказывается видеть реальность. Людям Центральной и Западной Украины всегда было проще быть безучастными. 23 года к судьбе своей страны, а теперь, когда в 21 веке совсем рядом с ними гибнут такие же люди. Но ведь если вас это не коснулось, это не говорит о том, что этого вовсе не происходит. Прочувствовал, как под нами таял снег, под нашими телами. Посмотрел бы моими глазами на то, как выглядел этот троллейбус, который стоял вот здесь, где сейчас стою я. И как звонил мобильный телефон в куртке у водителя. А мы не могли снять трубку, потому что пока не приедут следователи, не пройдет процедура, этого делать нельзя. Это надо зафиксировать. И звонил этот телефон и бил по нервам. И вот этот вот развороченный фасад дома, разбитые витрины магазинов, в котором я практически каждое утро и перед суточным дежурством себе что-то беру на дежурство, это, понимаете, это просто, это как осколок в сердце. Но у меня осколок был моральный, а людей убили осколки реальные. Мы просто хотели быть свободными. А нас за это просто убивают. Живите, будьте живы. Пусть будут живы ваши родные и близкие. Пусть будут даже живы те, кто это совершил. Но совесть их, она их тебе оставит до конца. Сегодня скорбит весь Донбасс. Сотни жителей Донецка собрались на месте гибели жертв обстрела, чтобы зажечь свечи и возложить цветы в память о них. Мы вспоминаем всех, кто погиб за Донбасс. Всех, кто остался здесь и был предан своему городу. Вечная им память. Я не знаю, какими словами выразить соболезнование. Вы знаете, когда погибают наши друзья, товарищи, близкие, соседи, на самом деле погибает частичка нас. Журналисты, пропустите ребенка. Я хочу сказать одну вещь. Ребенка пропустите. Они нас убивают не за то, что мы хотели свободы. Они нас убивают за то, что мы другие. Мы смогли сделать то, что каждый из них сделать побоялся. Вот чем мы отличаемся от них. Смелостью, гордостью. Да, свободолюбием. Давайте почтим память погибших, всех погибших, которые погибли от украинских карателей. Иди, отойди, отойди. Начало года на Донбассе началось согласование между представителями армии Новороссии и вооруженных сил Украины перемирия при посредничестве АБСЕ. Предполагалось, что прекращение огня будет предшествовать новым переговорам контактной группы в Минске, которые состоялись. Но катализатором выступил другой повод. После относительного затишья, продолжавшегося с сентября 2014 года, активные боевые действия в зоне конфликта возобновились в январе 2015. Мы находимся в самом центре города Донецка. Возле нас площадь Ленина. Справа от меня находится гостиница Донбасс-Палас. В городе работает диверсионно-развязательная группа украинских военных, потому что мы слышим минометный обстрел. Люди пытаются укрыться в подземном переходе. Идем туда. Сюда по всему обстрел ведется от кто-то с той стороны. Это даже слышно по направлению звука. Мы как раз слышим. И люди оттуда бегут. Это итоги сегодняшнего обстрела минометного. Судя по всему, это результат взрывной волны. Хотя видно, хороший путь осколков. Для меня главное, чтобы по северной степени спать. Это только что было? Воронка вся побита осколками. И вот воронка от снаряда. Люди бегут в убежище. Одна из мин приземлилась на улицу Университетская во дворе. Еще одна по бульвару Пушкина. То есть здесь самое оживленное место. Сейчас заходим во внутрь больницы, чтобы узнать, есть ли там пострадавшие. Ну, сейчас мы со мной идем. Там доктор есть, у нас кто-то скорая? Нет, мы журналисты и полиция. А скорая где? Мы вызывали, мы не можем дозваться скорой. Операции уже заняты. Она может по разу пошли. Кого же здесь? Вон, сели. А кто ранен его? Один человек? Один. Один. Заведующий детской амбулатории взрослой на пожар. Бульвар Пушкина, 12. Детская карабинника. Человек ранен. Вот, есть скорая. Все, оставить. Около пяти мин разорвали в центре города Донецка 14 февраля в 3 часа дня. В эпицентре поражения оказались объекты, находящиеся по улице Университетская. Наша съемочная группа стала очевидцем обстрела, возвращаясь со съемок. По предварительной информации, два человека погибли, четверо ранены. Оксана Волчонок, Давид Худжит. Специально для Новороссия ТВ. Город Донецк. Эти переходы аэропорта под контроль армии ДНР и ряда инцидентов, таких как Волноваха и Басе, выражавшихся в обстрелах и гибели гражданского населения в зоне конфликта, масштабным боевым действием в зоне так называемого Дебальцевского выступа, который украинская сторона называет также Дебальцевской дугой, а представители Донецкой и Луганской народных республик – Дебальцевским котлом. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Донецкий аэропорт на протяжении долгих месяцев оставался одной из самых горячих точек противостояния на Донбассе, так как был стратегически важным объектом. Сегодня на месте, где еще некогда красовался Международный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева, руины, разбитая техника и сожженная дотла. На дорогах глубокие воронки, хвостовики мин, обломки градов и ураганов. Полностью разрушены здания старого и нового терминалов, пожарное депо, вышка аэропорта, подорвана взлетная полоса. Во время ожесточенных обстрелов украинскими военными местные жители были вынуждены бежать, бросая все, спасая свои жизни. Частичные или полностью разрушены дома на близлежащих улицах и поселках. Выжженная земля, будто зона отчуждения, но несколько дней относительной тишины вселяют надежду. Местные жители, устав скитаться, возвращаются в свои дома. То, как сейчас выглядят аэропорты, прилегающие территории – итог освободительной античеловеческой операции киевских властей против мирного населения Донецкого региона. Оксана Волчонок, Станислав Мухин, телеканал «Новороссия», город Донецк, аэропорт. Дебальцевский котел стремительно тает. В течение всей операции основным поражающим фактором, как и ранее, со стороны ВСУ оставался огонь артиллерии. Подразделение СОБУР участвовало в освобождении зачистки Дебальцева, преследуя отступающего противника. Снаряды, которые вы видите на экране, прилетали в город с территории подконтрольной вооруженным силам Украины. Под удары, нанесенные украинскими карателями, попали жилые кварталы, получили многочисленные повреждения объекта инфраструктуры и системы жизнеобеспечения. Вот они, вот это вот, все вот это смертоносное оружие, которое Порошенко посылает людям, тем, кто не согласен с олигархами, не согласен быть под НАТО, не согласен прогнуться под Америку. Наш славянский мир. Вот это вот все, вот это все летит на тех людей, которые хотят всего-навсего на своей земле строить мир, добро и счастье. Но пришли освободители в Украинское ВСУ и освобождают от домов людей, освобождают их от работ, от зарплат, от нормальной жизни. Детей превращают в овощи, так же самое, как и взрослых. И вот такая вот ракетка, вот такая вот ракетка уносит просто, просто район. Просто район уносит и все. Это то, что, скажем так, было подсобрано вокруг. Вот эти вот, вот они, кассетные боеприпасы, вот они все, вот, вот посмотрите на них, реально, вот это вот. Просто дело в том, что у ополченцев даже такого оружия и нету, я вам скажу однозначно. Ну, что тут вам еще сказать? Не может быть такого оружия и отжата. Да, если кому-то интересно, конечно, я не знаю, насколько будет видно, посмотрите маркировка. Кто-то может посмотрит на эти. Кто-то не верит. Это ураганина. Это ураганина, огромнейшая. И сколько, чего там на ней написано, понимают те, кто понимает, чья и кто ее делает. Вот они, птуры. Это то, что летит. Вот она. Я специально снимаю маркировку, чтобы, если кто-то вдруг захочет разобраться, да что ж, тут видно же, да, вот, ну видно же, к чьей-то нужно. Вы думаете, это ополченцы покрасили и здесь повесили, значит, вы совсем дебилы. Если кто-то реально этому верит. Я больше чем уверен, что люди, которые вот сейчас это все увидят и поймут. Или, по крайней мере, задумаются, где правда. Вот оно. Оружие освободителей. Освобождают от домов. Освобождают от работы. От жизни. Вот, вот она, пожалуйста, да. Вот она, самое, что ни на есть. Преступление товарища Порошенко налицо. То есть, вот, по вот этим вот цифрам, я думаю, что любой человек, ну, не любой человек, ну, скажем, тому же, НАТО сделает запрос и узнать, откуда прилетела эта ракета, кто ее сделал и где она хранилась, не заставит никакого труда. Я вам скажу однозначно, что просто нет возможности у ополченцев такую ракету запустить. Их нет. Ну, и потом говорят, что это вот они вот так вот освобождают. Уважаемые крымчане, хочу к вам обратиться. Ребят, тут на самом деле все, что показывают, это одно, то, что когда ты видишь это глазами, это не передать. Единственная просьба отозваться всех патриотов, которые понимают, что будет с Крымом. И Крым будет вторым, если не выстоим сейчас в Новороссию. Мне бояться нечего, потому что я уже вроде как под Россией, да. Это так кажется, и кажется так каждому. Спокойствие, вот пока вот такая вот одна не прилетит, и все будут думать, что мы спокойны и нормально живем. Она прилетит. Если мы сейчас ребятам не постоим выстоять. Не поможем выстоять. Победа будет за нами, тут никто не сомневается. Вопрос какой ценой. И, скажем так, вложить свой вклад в общую победу может каждый крымчанин. Каждый крымчанин может лично не допустить того, чтобы вот это вот все, вот это вот все не приехало нас освобождать от нашей земли. Я думаю, что каждый, который захочет и сможет внести какую-то лепту, хоть какую-то, кто-то бинтом, кто-то деньгой, кто-то просто теплыми вещами. В Донецкой и Луганской республиках уже собрали множественные доказательства использования боеприпасов, которыми стреляли ВСУ по мирным жителям. МВД обеих республик приступило к расследованию сотни уголовных дел по статьям «Геноцид» и «Насилие над мирными гражданами». Марина Еремченко специально для Новороссия ТВ Ротации и непрекращающиеся обстрелы не помешали бойцам Донецкой народной республики взять под контроль аэропорт имени Сергея Прокофьева, бои за которые велись уже очень длительный период. Правда, оказалось неподъемной ношей для украинских политиков и средств массовой информации, закидавших новостное поле дезинформирующей информацией. Был даже фильм «Аэропорт», рассказывающий о доблести и подвигах киборгов, защищавших и продолжающих защищать Донецкий аэропорт от солдат армии Новороссии. Фильма об огромном количестве трупов вооруженных сил Украины снято не было. Да и сюжет о разборе завалов, из-под которых пленные ВСУ доставали своих погибших товарищей, тоже не наблюдалось на украинских телеканалах. Может быть потому, что в этом им помогали наши граждане? В отличие от нас, они не видели обращения матерей солдат украинской армии, которые просили передать им тела их погибших сыновей. И бойцы армии ДНР, рискуя своей жизнью под обстрелами украинской нацгвардии, шли навстречу матерям своих врагов, некогда братьев. Телеканалом «Новороссия» был подготовлен документальный фильм об истории противостояния так называемых киборгов с ополчением Новороссии, посмотрев который вы сами сделаете выводы, кто и как воевал за воздушную гавань Донецка. И кто оказался на развалинах аэропорта, а кто под ними. Боинг 2014 года, волноваха уходящего 2015-го. Сюда же отнесем гибель политического деятеля Бориса Немцова, который был убит в ночь на 28 февраля недалеко от Кремля. Киллер выстрелил в него несколько раз, после чего скрылся. Сценарий тот же. Моментальные безосновательные обвинения. В общем и целом, как бы это цинично не звучало, смерть Немцова это очередная неудачная провокация прозападных сил. В настоящее время под руководством исполняющего обязанности главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Александровича Дерманова создана следственная оперативная группа. В настоящее время следователи Следственного комитета допрашивают женщину, которая находилась в момент совершения преступления совместно с Борисом Немцовым. Это вся информация, которую мы можем не доставить сейчас, когда мы поднялись. Те, о которых вы сказали, действительно хотят каких-то стычек. И к этому всячески подводят. Готовы даже сами принести кого-то в жертву и обвинить в этом власти. Я эту методику и тактику знаю. Она уже 10 лет как пытаются ее применить. Прежде всего те, кто за границей сидит. Точно говорю, это мне известно. Даже ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом будут в власти обвинять. Там такой народ на все способный. Я без всякого привлечения говорю. Надеюсь, что люди, которые искренне хотят улучшения ситуации в стране и используют свое право на критику, на демонстрации, что никто не поддастся на это. Скорь бы тихло и стало понятно, что свобода слова, которую так пестуют европейские лидеры и как бы лидеры, стремглав несущиеся в Европу, в частности выражается в праве той же редакции Шарли Бдо оскорблять чувства верующих. И это стоит превыше безопасности граждан Франции. А жертвы редакции «Провокатор» обудоражат общественное мнение сильнее тысяч убитых граждан Донбасса. Обудоражат почему? У американцев есть отличное изречение, только не в моем дворе. Сродни украинскому «Моя хата с краю». Вот пока мировая общественность трясет и лихорадит за пределами двора европейских граждан, все нормально. А пересечение границы угодий – это, конечно, международный скандал, горе и траур. Вот скажите, кого беспокоила возникшая еще в 2003 году в Ираке террористическая группировка «Аль-Каэда» в Ираке, которая позже будет называться «Исламским государством Ирака и Леванта», после слияния с другими радикальными исламистскими группировками. А с течением уходящего года распространением своего влияния и вовсе будет называться ИГ – «Исламское государство». Весь масштаб европейского бедствия от нахлынувших гостей был осознан не сразу. Проникшие на материковую часть Европейского Союза из Турции, Ливии и Сирии, они пытаются пробраться на территорию Великобритании через пролив Ла-Манш, а также через Венгрию в Германию и Австрию в страны, где предполагается больше льгот соискателям статуса беженца. Мигранты в основном из африканских стран и Ближнего Востока штурмуют железнодорожные вокзалы Европы, погибают, пытаясь спастись от зверей «Исламского государства». Их то впускают, то выгоняют, то и дело открывают дороги, а потом закрывают, ограничивают. И пока сильные мира сего пытаются уладить вопрос с беженцами, поступают очередные сообщения о сотнях убитых и казненных боевиками «Исламского государства». Вы думаете, это осуждается мировой общественностью на должном уровне? Видеоролики с изощренными пытками и казнями распространяются по сети как вирусные. Для тех, чья хата с краю – это диковинка. Шоу. А народный депутат Антон Герашенко вообще предложил публиковать на сайте «Миротворец» информацию о российских гражданах, которые участвуют в войне против извергов боевиков «Исламского государства». Об этом он так и написал на своей странице в Facebook. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Антона Герашенко за пособничество террористам и призывам к террористической деятельности. Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин сообщил о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной Рады, внештатного советника главы МВД Украины Антона Герашенко. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 205, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Ранее Герашенко призвал всех раскрывать известную им информацию о российских военных, борющихся в Сирии с боевиками «Исламского государства», чтобы игиловцы их собратья в России смогли потом найти их и отомстить по законам шариата. Отмечается, что за размещение данного поста страница советника главы МВД Украины была удалена администрацией социальной сети Facebook. Впрочем, через некоторое время аккаунт был восстановлен. После Герашенко на своей странице Facebook прокомментировал свою публикацию о сборе данных для «Исламского государства». По его мнению, Россия борется не с террористами, а с умеренной оппозицией. При этом, по мнению Герашенко, сам Путин в глубине души поддерживает «Исламское государство» и старается использовать эту группировку как страшилку для Запада. Также он заявил, что россияне рано или поздно свергнут Путина точно так же, как когда-то пали режим Каддафи, Мубара, Каянуковича и других тиранов. То, что происходит в Сирии, Ираке – шариат в понимании боевиков «Исламского государства». Теракты в Париже – тоже шариат. Против этого борется все здравое политическое сообщество. Кроме украинского. Потому как до здравого ему далеко. В лагере беженцев во французском Кале произошел крупный пожар. По данным префектуры, в джунглях, как называют стихийный лагерь поселенцев, в ночь на субботу огонь уничтожил 2500 квадратных метров, в том числе палатки и хижины. В результате инцидента никто не пострадал. Позже стало известно, что пожар на территории поселения, в котором находилось около 6000 человек, среди которых много детей и пожилых людей, потушен, но лагерь окружен полицейскими. Правоохранители никого не пускают на территорию лагеря. При этом они не говорят, что стало причиной возгорания. Префектура сообщала, что пожар не был связан с терактами в Париже и произошел из-за неосторожного использования электричества. Вот Германия пригрозила странам Евросоюза юридическими мерами в случае отказа соблюдать обязательные квоты на прием беженцев. План по распределению беженцев между странами Евросоюза, разработанный с учетом ВВП и других экономических показателей стран, участниц блока, был представлен весной 2015 года. По меньшей мере, 10 государств тогда выступили категорически против этого шага. Однако в сентябре большинство стран объединения поддались давлению со стороны Брюсселя, и ЕС удалось одобрить план расселения мигрантов. Против выступили Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния. Великобритания воспользовалась своим правом не участвовать в инициативе. Но даже страны, проголосовавшие за введение аквот, принимают собственные меры по сдерживанию потока мигрантов. В частности, правительство Дании выдвинуло весьма неоднозначный законопроект, согласно которому полиция сможет изымать у приезжих ценностей и украшения. По словам датских властей, собранные средства пойдут на оплату содержания беженцев в стране. Некоторым инициатива напомнила годы Второй мировой войны, когда нацисты отбирали у евреев ценные вещи. Европа, цивилизация. Когда необходимо объединиться против общего врага, в данном случае исламского государства, моментально возникает просто куча вопросов и поправок. И флагманы поддержки в борьбе с мировым злом обозначают свое участие. Уже упомянутый журнал Шарли Эбдо опубликовал карикатуры на погибшего сирийского мальчика, чье тело вынесло на турецкий берег. Журнал Шарли Эбдо, известный своими провокационными материалами, опубликовал карикатуры на погибшего сирийского мальчика, чье тело вынесло на турецкий берег. На обложке журнала изображен мертвый ребенок, лежащий лицом на песке турецкого берега, и надпись «Так близко к цели». Рядом видна реклама ресторана быстрого питания со словами «Два детских меню по цене одного». Вторая карикатура с заглавием так называемого «доказательство того, что Европа христианская». Изображает Иисуса, идущего по воде, и мертвого мальчика, плавающего рядом с ним вниз головой. Подпись гласит «Христиане ходят по воде, а мусульманские дети тонут». Как отмечают СМИ, пользователи социальных сетей обрушились на журнал с критикой. В интернете появились комментарии, что такие карикатуры доказывают моральное разложение Франции, а Шарли Эбдо атакует беззащитных, а не тех, кто облечен властью. Сообщество чернокожих юристов Франции в связи с публикацией пригрозило подать иск в Международный уголовный суд. Исследователи из России, Франции и Германии анализируют ответ общества за январские теракты в Париже. Напоминаем, 2 сентября турецкая журналистка Нилюфер Демир из Бодрума запечатлила тело трехлетнего Алана Курди, уроженца сирийской Кобани. Перегруженная лодка, в которую он плыл со своими родителями, перевернулась в утренние часы. Ребенок утонул, и его тело вынесло на турецкий берег. Снимок перепечатали множество европейских изданий. В столице России 9 мая прошел Парад Победы. Один из самых крупных за историю празднования 9 мая. В параде приняли участие 16 тысяч военных и более 2000 ветеранов. Парад состоял из двух частей – исторической и современной. В ходе последней впервые были представлены новейшие образцы вооружений и российской военной техники. Также в параде приняли участие 10 парадных расчетов вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. И пока представители Российской Федерации и их союзники сделали все возможное, чтобы отдать дань памяти ветеранам, защищавших ценой своей жизни нашу родную землю от нацистской напасти, Верховная Рада Украины отменила понятие «Великая Отечественная война» и установила 8 мая днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. В заключительных положениях к законопроекту, в частности, признается утратившим силу закон об увековечении победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Военный парад в честь 70-летия дня победы в Великой Отечественной войне, несмотря на плохие погодные условия, лил проливную дождь, а также на угрозу провокации со стороны радикальных националистов с большим размахом прошел в Донецке. Утро 9 мая. Донецк в ожидании начала торжественного парада, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовало около полутора тысяч военнослужащих Донецкой Народной Республики и порядка 30 идей с боевой техники. Принимал парад верховный главнокомандующий вооруженными силами республики Александр Захарченко, который сказал собравшимся дончанам приветственное слово. Вы стурму взяли столицу немецко-фашистской Германии и подрузили знамя победы на Рестае. Сегодня вы вновь на нашей земле, и сегодня уже ваши дети и внуки сражаются с фашистами. Но захватчики-каратели не удалось поставить нас на колени, потому что вы, поколение победителей, воспитали поколение героев. Мы, ваши потомки, выживнем оккупантов из Донбасса, защитим нашу землю и наш народ. Только что вы увидели мощь нашей армии. Войны, парадным расчетом, предыдущие сейчас, уже не раз бывали в боях. Воевали на Саурмаиле, били врага по Балавайскому котле, блестяще провели Глегорско-Дебальцевскую операцию. Вы можете нами гордиться. Мы с честью подняли ваше знамя победы. От нас, жителей всего Донбасса, всем вам, ветеранам Великой Отечественной войны, низкий поклон. Вы для нас, бесстрашные воины-освободители, освободители-победители. Ваш подвиг навсегда остается в наших сердцах. Спасибо за победу. С праздником. Ура, товарищи! В отдельных секторах были организованы сидячие места для ветеранов Великой Отечественной войны и первых лиц ДНР. На площадь вступает парадный расчет офицеров управления 1-го Донецкого армейского корпуса. В параде принимали участие воспитанники военного училища, подразделения МЧС, внутренних войск, Республиканская гвардия, десантники, артиллеристы и другие подразделения армии ДНР. Также торжественным маршем прошла военная техника. Боевым ядром батальона стали ополченцы, грудью вставшие на защиту своей земли. Вопреки заявлениям Киева о готовящихся провокациях, посмотреть на грандиозное шествие собралось более 20 тысяч дончан и гостей города. Спасибо! Также в параде принимал участие бессмертный полк Донецка. Люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Количество желающих пройти с фотографиями своих героических предков было огромным. Слава! 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 Это первый военный парад в Донецке. До этого, в День Победы, в городе проходили всегда только мирные демонстрации. Подготовка к военному смотру в Донецке шла две недели. Было две репетиции и шествия. Власти республики приглашали на военный парад представителей ООБСЕ, которые участвовать в нем отказались. Как заверили в штабе ополчения ДНР, представители мониторинговой миссии во время мероприятия будут находиться неподалеку и следить за ходом парада и движением техники. Все вооружение, которое участвует в параде, в ДНР обещали отвести в места постоянной дислокации, сразу после окончания праздничных мероприятий. Парада в Киеве не будет, но не по политическим причинам, а в связи с тем, что вся военная техника, которая могла бы пройти по Киеву, находится сейчас здесь, в ДНР, и проходит торжественным маршем по Донецку. После окончания праздничного парада, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне, дончане поделились своими эмоциями и радостью относительно торжества. Мы гордимся нашими ветеранами, мы гордимся нашими бойцами, которые сейчас защищают нашу независимость. Мы мысленно с вами, победа будет за нами, мы победим в вашем... Вы самые лучшие все, с Днем Победы! Говорят, это праздник со слезами на глазах. Спасибо руководству ДНР, что они организовали такой праздник там. Праздник, это праздник победы. И пусть ДНР будет тоже победителем во всех вопросах, во всех сферах жизни. Спасибо им! Мне очень понравилось, очень много людей было. Музыка хорошая, все было на 100%. Мы довольны, что мы пришли сюда и получили удовольствие. Среди присутствующих были и иностранные гости, которые высказали свое мнение о Параде Победы и настроениях дончан. Парад просто удивительный. Я очень горд. Люди должны быть горды тем, что сегодня парад и что у нас есть прекрасные дети. Ведь в противном случае развития событий Второй мировой войны у нас не могло быть всего этого. И мы должны помнить это. И хоть грустно, что наши дети должны продолжить сопротивление, но жизнь продолжается и улыбается нам. Поэтому Обама должен быть очень осторожен и повлиять на прекращение огня, прекращение войны, потому что люди здесь не террористы. Здесь прекрасные люди, и поэтому я здесь. Я присоединяюсь к ним, и это великолепно. Приятно было видеть большое количество детей с георгиевскими ленточками и цветами, которые они дарили ветеранам. Наиболее активные из них пришли на парад в военной форме образца времен Великой Отечественной войны. Откуда у тебя такая форма красивая? Жанна сшила. Жанна это кто? Бабушка. Бабушка? А ордена дедушкины? Ордена дедушкины. Молодец, молодец. Скажи, а ты знаешь, что сегодня за праздник? День Победы. 9 мая, да? Сегодня наши победили кого? Врагов. Благодарим солдаты вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. Мокрые до нитки из-за сильного дождя люди пешком возвращались с парада счастливыми и довольными. Такой атмосферы праздника в городе не чувствовалось давно. Невзирая на плохую погоду, Донец сегодня радовался, торжествовал и праздновал отличный большой праздник победы. С Днем Победы, ветераны! Дмитрий Зиньковский, Геннадий Горбунов, Виктор Карнадзе, Вячеслав Богачук. Новые грани БРИКС. В Уфе лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали план развития пятерки на следующий год и долгосрочную перспективу. Также страны БРИКС будут сообща противодействовать терроризму и обеспечивать международную безопасность. Саммит БРИКС можно назвать состоявшимся. Основные встречи, переговоры позади, у плана на будущее появилась конкретика. Пятерка создала для себя подушку безопасности. Пул валютных резервов, некая альтернатива международному валютному фонду. Пусть и с меньшим бюджетом, но распределять средства по необходимости страны-партнеры договорились более справедливо. Также на саммите в Уфе дан старт работе Банка развития. Он будет инвестироваться инфраструктурными проектами страны БРИКС. Причем только в национальных валютах. Все участники переговоров отметили большой потенциал сотрудничества между странами-членами организации. По итогам встреч была принята Уфимская декларация. Подписано меморандум о сотрудничестве с новым банком развития БРИКС и соглашение о взаимодействии в культурной сфере. А также принято решение о формировании секретариата организации и создании интернет-сайта. Программа саммита БРИКС в Уфе была насыщенной. Здесь состоялось множество встреч, на которых делегации стран-участниц обсудили массу вопросов. Большую часть времени на саммите обсуждались серьезные вопросы. Контракты на суммы в несколько миллиардов долларов, создание нового российско-китайского шелкового пути или открытие банка развития БРИКС с уставным капиталом в 100 миллиардов, что делает его одним из крупнейших финансовых институтов в мире. Любопытно, как это мероприятие осветили многие западные СМИ. Они уверены, что радостные лица участников саммита – чистой воды лицемерия и что за этими масками лидеры стран БРИКС прячут свои корыстные интересы. Утверждается, что единство стран БРИКС не более чем иллюзия. Однако атмосфера, царящая в Уфе, заставила усомниться в справедливости подобного рода комментариев. Накануне заместитель главы Минфина Российской Федерации Сергей Старчак заявил, что новая структура БРИКС планирует начать работу 7 июля. Готовится первое заседание Совета управляющих. Россия начала председательствовать в Межгосударственном объединении БРИКС 1 апреля. Основное внимание Российская Федерация намерена сконцентрировать на запуске банка, создаваемого для финансирования инфраструктурных проектов в государствах-членах данного объединения, а также в развивающихся странах. Глава делового совета БРИКС считает, что полурезервных валют поможет укрепить позиции российского рубля. В то же время уйти от доминирования доллара в ближайшее время, по его словам, не получится, так как внешняя торговля ориентирована на взаиморасчеты в американской валюте. Между тем, в МИД России отмечают, что США и Евросоюз проводят политику, направленную на сдерживание БРИКС по мере становления новых институтов. А критика со стороны Запада только усиливается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Исламское государство начало нагло расширять свои границы не только географически и геополитически. Информационное поле тоже пало под натиском исламских террористов. А между тем, в начале 2015 года было подписано Второе Минское соглашение. Комплекс мер по выполнению минских соглашений, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате нормандской четверки, а также подписанной контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, а также Донецкой и Луганской народных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Переговоры лидеров европейских стран во Дворце независимости в Минске завершились спустя почти 16 часов. Итогами встречи стал документ по урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас уже известен план мирного разрешения конфликта. Он включает в себя 11 основных пунктов. Согласно документу, подписанному при участии глав государств России, Украины, Германии и Франции, отвод тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 суток. Кроме того, стороны обязаны отвезти свою артиллерию с целью создания зоны безопасности, которая должна составлять от 50 до 140 километров в зависимости от типа артиллерийских систем. Документ также предполагает освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых людей с обеих сторон в формате «всех на всех». Также указана необходимость полного восстановления социально-экономических связей, таких как выплата пенсий, социальных выплат, проведение коммунальных платежей и возобновление налогообложения в рамках украинского правового поля. Власти Украины должны восстановить управление сегментом банковской системы, а Германия и Франция помочь создать международный механизм для их проведения. После окончания переговорного процесса президент России Владимир Путин выступил с комментарием. Мы работали в тех условиях, которые есть, и договорились, на мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля. Вторая позиция, которая я считаю чрезвычайно важной, это отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября прошлого года, в Минских соглашениях для ополчения Донбасса. Далее комплекс вопросов, связанных с политическим урегулированием, долгосрочным политическим урегулированием. Здесь несколько позиций. Первая из них – это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса. Далее идут вопросы, связанные с решением пограничных вопросов по согласованию с ополчением Донбасса, гуманитарные вопросы, имплементация, то есть введение в действие ранее принятого закона об особом статусе этих территорий Донецка и Луганска. Ну и, наконец, целый комплекс вопросов экономического и гуманитарного характера. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий согласились подписать документ, так как главы трех европейских держав выступили гарантами соблюдения договоренностей. Лидеры Луганской и Донецкой народных республик выступили перед журналистами после завершения переговоров контактной группы в Минске. Мы подписали соглашение, которое, надеюсь, прекратит возведение боевых действий и позволит Донецкой народной республике власть к народу заняться мирным наительством на благо нашего народа. Надеюсь, следующим этим шагом мы помогли самой Украине поменяться, провести определенный ряд реформ, и в ближайшее время мы, надеюсь, вообще другую Украину. Думаю, это является большой победой. Донецкая народная республика и власть к народу. Вы знаете, что у нас с Александром Владимировичем было другое мнение, но мы не можем не поверить и не уважать мнение трех самых значимых на сегодняшний день в пределах России, Германии и Франции. И если они выступили гарантом того, что те изменения, которые вложены, гарантируют, что Украина будет меняться под напором Донбасса, мы не можем не дать Украине этот шанс. Потому что будет меняться сама страна, будет меняться отношение, будут меняться люди. На самом деле, люди, народ Украины, как был, мы с ними так и едем. И на сегодняшний день мы тоже считаем его нашим народом. Этот шанс дается Украине для того, чтобы поменять конституцию, о чем, кстати, сказано в этих документах, изменить свои отношения. На сегодняшний день действительно мы считаем, что это большое достижение в Луганской народной республике, в Донецкой народной республике, для того, чтобы Украина поменялась, поменялась цивилизованным путем, мирным путем, перестала убивать собственный народ, разрушать детские садики, больницы и другие социальные и жизнеобеспечающие объекты. Мы верим и знаем, победа все равно будет за нами. И неважно, каким это будет методом, политическим или военным. Мы знаем точно, что Украина изменится благодаря людям Донбасса. Александр Захарченко также сообщил, что пункты подписанного документа требуют дополнительного согласования, добавив, что любой срыв или неисполнение минских договоренностей приведут к тому, что новых меморандумов больше не будет и вся ответственность будет на Петре Порошенко. Как стороны отнеслись к выполнению минских переговоров? Если кратко, то 25 ноября приказом начальника генштаба Виктора Муженко был введен режим прекращения огня в зоне АТО с 00 часов 25 ноября. По словам представителей ведомства, этот шаг демонстрирует стремление Украины к мировому урегулированию в Донбассе и должен помочь избежать возможных провокаций. В то же время он подчеркнул, что командиры на местах имеют полное право открывать огонь в случае прямой угрозы жизни. Чувствуете разницу? Минкс-2 подписан в начале года. Указ генштаба ВСУ о прекращении огня в конце года. Может ли украинская сторона говорить о стремлении к миру? Удивляться тут нечему. Президента Украины Петра Порошенко можно обвинять в чем угодно, но только не в бездействии. А как же? Чего только стоило заручиться поддержкой Нидерландов? Тема сбитого самолета уже столько раз была обговорена, что подробно сейчас мы на ней останавливаться не будем. А все желающие смогут ознакомиться с нашим отчетом в документальном проекте Новороссии ТВ «Боинг. Анализ и откровения». 295 человек погибли сегодня в авиакатастрофе в Донецкой области. Над территорией Украины разбился малазийский «Боинг-777», который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. И прямо сейчас начинается специальный брифинг Минобороны, на котором будут рассмотрены обстоятельства катастрофы малазийского лайнера на Украине. К сожалению, малазийский «Боинг» не стал венцом темы крушения самолетов на 2015 год. Так, 31 октября в Египте потерпел катастрофу российский пассажирский лайнер Airbus-321 авиакомпании «Когалымавия». На борту самолета, вылетевшего утром из аэропорта курортного города Шарм-Ль-Шейх, находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Из них 63 мужчины, 138 женщин и 17 детей. Самой маленькой пассажирке рейса было 9 месяцев. В результате падения самолета не выжил никто. Многие связывают это с началом военных действий Российской Федерации на территории Сирии. Боевики ИГИЛ в такой способ мстят российскому правительству. В субботу 31 октября потерпел крушение российский самолет Airbus-321. На борту находилось 217 пассажиров и 7 членов экипажа. В официальном заключении посольства России в Египте подтверждены данные, что выживших в авиакатастрофе самолета «Когалымавия» нет. 1 ноября во многих странах мира проходят акции и митинги, на которые собираются люди, чтобы выразить свои соболезнования родственникам и знакомым погибших, а также всем жителям России, ведь эта трагедия оборвала жизни сразу 219 граждан Российской Федерации, 212 пассажиров и 7 членов экипажа. Трагедия не оставила практически никого равнодушного в Донецке и в Донецкой Народной Республике. И вечная память, и пусть земля будет пухом. Мы приносим, конечно же, глубокие соболезнования всем родственникам и, конечно, властям Российской Федерации. Это действительно самая крупная катастрофа за последний период времени, и это действительно большая потеря для родственников. Свои соболезнования высказали и жители Донецкой Народной Республики. Митинг скорби под символичным названием «Вместе с Россией» прошел на Соборной площади Донецка перед Спасо-Преображенским кафедральным собором. Собравшиеся возложили цветы, а также выпустили в небо 224 белых шара, каждому из которых было прикреплено имя одного из пассажиров лайнера. Анна Триксель, Станислав Мухин, Геннадий Горбунов. Специально для Новороссия ТВ. Военная операция России в Сирии проводится воздушно-космическими силами Российской Федерации с 30 сентября 2015 года. Авиаудары наносят располагающиеся на аэродроме Хеймим группировка, состоящая из бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей, а также вертолетов. В операции также принимают участие базирующиеся в России стратегические самолеты дальней авиации РФ. Обстрелы цели крылатыми ракетами производили и корабли Каспийской флотилии Черноморского флота. Это первая широкомасштабная военная операция постсоветской России за пределами территории бывшего СССР. Стоит отметить, что данные и меры Российской Федерации по отношению к боевикам исламского государства были настолько успешны, что даже заставили переживать Турцию. Зрители уже свыклись с мыслью о предательстве. Но 25 ноября действия Турции были натурально, как снег на голову для мировой общественности. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о крушении в Сирии российского самолета. Турецкое агентство DNA сообщает о том, что F-16 Турции сбил истребитель Су-24. Поводом для этого стало якобы нарушение воздушного пространства Турции. В Минобороны России заявили, что рухнувший на границе Сирии и Турции истребитель все время полета находился исключительно на территории Сирии. Истребитель потер первое крушение, предположительно в результате обстрела с земли. Ведь до этого момента кампания, которую проводила в Сирии российская военная авиация, в чисто военном плане проходила довольно гладко. Российские ВВС смогли обеспечить такую интенсивность военно-воздушной операции, которая превзошла даже самые оптимистичные оценки Запада. Русские нанесли более 4000 авиаударов, не понеся при этом потерь ни из-за механической неисправности, ни в результате обстрелов противника. Несмотря на то, что к концу года было убито двое военнослужащих, по военным меркам операция, которую Россия ведет в Сирии, обходится для нее в основном без потерь. Турки сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24, который якобы нарушил воздушное пространство Турции. Как известно, Турция является членом НАТО. И этот случай стал впервые со времен Корейской войны, когда ВВС Альянса сбили советский или российский самолет. Правда, было множество случаев нарушения воздушного пространства. И еще больше взаимных обвинений. Но это первый инцидент со стрельбой боевыми снарядами за более чем 50 лет. И это дело не шуточное. Власти Турции оценили потери от разрыва с Россией в 9 миллиардов долларов. Вице-премьер Турции Мехмед Шимшек в интервью местному телевидению заявил, что представительство страны подсчитало сумму ущерба от санкций, введенных Россией, а также от разрыва связей в разных сферах. По его словам, потери турецкой стороны составят порядка 9 миллиардов долларов. Мы считаем Россию нашим важным партнером и не хотим напряженности в отношениях. «С самых первых дней кризиса мы обсуждали все аспекты и готовились принимать меры, если Россия и далее не пойдет на диалог. При самом худшем сценарии Турция потеряет около 9 миллиардов долларов. Это порядка 0,4% нашего ВВП. Надеюсь, диалог все же будет», — сказал Шимшек. Напомним, что отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября турецкий истребитель Ф-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. В связи с этим Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз из Турции ряда продуктов, отменила безвизовый режим и ввела ограничения на найм граждан Турции в Российской Федерации. Надеясь на поддержку Запада, премьер-министр Турции Ахмед Давутаглу заявил, что не воспринимает серьезно комментарии президента России Владимира Путина относительно сбитого Су-24. Он также назвал заявление Путина о причастности семьи президента Раджепа Эрдогана коррупционным схемам с советской пропагандой. По словам Давутаглу, подобные заявления связаны с тем, что Путин работал в КГБ в эру советской пропаганды. И тем не менее фактических опровержений, фактическим же доказательствам турецкая сторона предоставить не смогла. Госдеп США считает опубликованные Министерством обороны России фотографии с цистернами нефти подлинными. Впрочем, в Вашингтоне не уверены, что грузовики следовали именно в Турцию. Высокопоставленный представитель Госдепа США заявил, что предоставленные Минобороны Российской Федерации снимки, на которых изображены цистерны с нефтью, незаконно добытой боевиками террористической группировки «Исламское государство» не являются поддельными. Безусловно, что эти фотографии не сфабрикованы, но в некоторых случаях они не новые. Нет никаких сомнений, что это очереди автоцистерн перед пунктами сбора нефти. Поэтому мы на них и нападаем. «Это очередь автоцистерн, которые забирают нефть, но затем распространяют ее по всей Сирии. Я пока не видел изображений пограничных переходов с автоцистернами, которые пересекают границу. Не думаю, что такие изображения есть», – сказал представитель Госдепа. Напоминаем, что 2 декабря Минобороны Российской Федерации предоставила спутниковые снимки, на которых изображены следующие из подконтрольных боевикам «Исламского государства» территорий в Турцию бензовозы. На фотографиях чётко видно, что конечным пунктом нефти сирийских месторождений является Турция. Параллельно с этими событиями заработала вторая цепь энергомоста из Краснодарского края в Крым. Команду на подключение второй нитки, обеспечивающей полуостров энергии, дал посредством телемоста президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в режиме телемоста из Москвы запустил вторую цепь первой очереди энергомоста из Краснодарского края. Запуск второй нитки энергомоста даёт Крыму ещё 230 мегаватт, существенно снижая дефицит электроэнергии на полуострове. Переток крымской энергосистемы и стаманской энергосистемы теперь должен составить до 400 мегаватт. Также Путин потребовал обеспечить в апреле-майе 2016 года ввод и эксплуатацию ещё двух ниток подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым, доведя поставки на полуостров до 800 мегаватт. Таким образом, будут полностью покрыты нужды полуострова в электроэнергии. Поставка с Украины больше не понадобится. Глава Минэнерго России Александр Новак, находящийся в Феодусии, доложил президенту, что обеспеченность Крыма российской электроэнергии достигла 1000 мегаватт. Это составляет от 80 до 100 процентов потребности региона в зависимости от времени суток. Один из организаторов так называемой блокады Крыма Алинур Ислямов заявил, что Министерство обороны Турции начало оказывать военную помощь создаваемому в Украине добровольческому батальону имени Намана Чилибиджихана, в который входят представители крымско-татарского народа. В интервью Одесскому кризисному медиа-центру он рассказал, что основное финансирование пока поступает от волонтеров. Анкара занимается снабжением подразделений. В ближайшее время ожидаются поставки комплектов одежды и обуви. По его словам, в батальоне будут числиться 560 человек. 15 января ему должны присвоить номер воинской части. Целью батальона Ислямов назвал, цитирую, «нанесение ударов» таким образом, где мы только можем знать. Также Ислямов, которому в России заочно предъявлено обвинение в диверсии, заявило о необходимости продолжать энергоблокаду Крыма. А также расширять продовольственную блокаду. По его словам, можно маленькими катерами атаковать суда, которые везут товар в Крым. Однако это является крайней мерой. Есть другие, более интересные методы устроить морскую блокаду полуострова. Как отмечали украинские аналитики, блокада полуострова вернула крымский вопрос на информационную сцену. И вновь встал вопрос, наш или же... Но очередная акция по провокации Российской Федерации снова провалилась. Вместо того, чтобы успешно шантажировать граждан полуострова, радикалы практически забили последний гвоздь в крышку гроба с доверием крымчан к украинскому правительству. Все точки на дыра ставлены, и не успевшие толком осознать, какого нацистского ужаса они, жители полуострова, избежали проголосовав на референдуме за присоединение к Российской Федерации, снова выдохнули, что фашистствующие радикалы по ту сторону границы. В финишной прямой год подбирался с теми же проблемами мирового сообщества, с которыми стартовал. В Париже произошло сразу несколько терактов, в которых погибли более ста человек. Трезво реагировать на подобные вещи не получается. Это, безусловно, горе. Горе, которое граждане Новороссии разделяют, как никто другой. В слезах скорби отражаются и нападки на беженцев, и пресловутая Шарли, и европейская отстраненность от проблем далеких Сирии, Ирака, Донбасса. В Агранции продлен режим чрезвычайного положения на три месяца. Соответствующий законопроект поддержали Национальное собрание и Сенат страны. Французский Сенат поддержал законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране на три месяца. Ранее этот законопроект одобрило Национальное собрание страны. Ранее соответствующим предложением выступил президент Франсуа Аланд, который изначально ввел режим чрезвычайного положения своим указом после серии терактов в Париже. В соответствии с французским законодательством, срок действия режима чрезвычайного положения, введенного президентом, не может превышать 12 дней. Для его продления необходима санкция парламента, поскольку этот режим, в частности, расширяет полномочия служб безопасности. Чрезвычайное положение увеличивает полномочия полиции и позволяет властям ограничивать движение людей и транспортных средств в определенное время и в определенных местах. Ожидается, что соответствующий закон будет принят в ближайшее время и вступит в силу 26 ноября. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс, выступая в парламенте, предупредил, что боевики, планирующие новые теракты во Франции, могут прибегнуть к химическому или бактериологическому оружию. Напоминаем, что 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Жертвами нападений стали по меньшей мере 130 человек. Исламисты устроили несколько перестрелок в разных частях города, осуществили три взрыва возле футбольного стадиона, а также захватили заложников в концертном зале. Восьмерых боевиков силовикам удалось ликвидировать. Нельзя не упомянуть нашу соседку Украину, которую трясло и лихорадило на протяжении всего года. Далее без комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Весной 2014 года протесты против государственного переворота в Киеве. Народный губернатор Донбасса не просто свидетель, а участник и творец событий. Лидер народного ополчения Донбасса в своей книге он не только рассказывает о прошлом и настоящем Украины, но и размышляет о том, какой должна и непременно станет Новороссия. Символичное название «Факел Новороссии», по словам автора, олицетворяет зажженный в период русской весны и до сих пор ярко горящий факел борьбы жителей Новороссии за свое настоящее и будущее. Миссия Донбасса в 21 веке в том, чтобы стать новороссийским пьемонтом и вернуть Украину в общерусское цивилизационное пространство, отметил Павел Губарев. Этот процесс, который сегодня происходит на Донбассе, это один из векторов этого процесса, он называется так – «Воссоединение русского цивилизационного пространства и восстановление его территориальной целостности». Вот форма восстановления территориальной целостности, мы не знаем, какая она будет. Вот я точно уж не знаю. Федерация, конфедерация, что-то там вроде союза суверенных государств, как у Евросоюза или еще как-то, неважно. Но то, что вся Украина – это зона геополитических интересов русской цивилизации, я думаю, отрицать здесь никто не будет. И то, что мы должны за нее бороться, я думаю, тоже никто отрицать не будет. И то, что Донбасс в 21 веке, начиная с 14-го года, взял на себе миссию «Новороссийского пьемонта», то есть стать ударной силой на вот этом векторе, «Новороссийском векторе распространения русской цивилизации территориального», я думаю, тоже отрицать никто не будет. И именно поэтому вектор нашего движения – это вектор агрессивный в Украину. То есть мы не должны прятаться сейчас в Россию, мы и так Россия. Книга, изданная издательским домом «Питер», посвящается всем павшим в войне за Новороссию. На более чем 400 страницах описаны борьба непокоренного Донбасса с нацистскими оккупантами и феномен русской весны. В книге – истории мирных жителей и ополченцев, история автора и его рассуждения о том, как должна развиваться и строить свою государственность молодая Новороссия. «Я считаю, что каждая идея, она воплощается только тогда, когда она осознанна, раз. И второе, когда она осознанна до такой степени, что можно жертвовать собой ради ее достижения. И все. А по-другому идеи никак не воплощаются. Вот идея русской весны, она была воплощена путем осознания большой массы людей и воплощения через жертву. По-другому идеи не воплощаются». Презентации вызвали немалый интерес общественности. И в Москве, и в Питере были аншлаги. А это значит, что тема Новороссии остается главной составляющей в нынешнем как политическом, так и военном противостоянии. Это значит, что Новороссия – не проект, который можно открыть и впоследствии закрыть. Новороссия – это прежде всего люди. Это миллионы людей, не признающих украинский фашизм. «Де факто сегодня территория Донбасса, народных республик Донбасса, не является территорией Украины. И невозможно даже предположить такие, даже искусственно предположить, и даже теоретически такие условия, при которых эта территория станет украиной. Это исключено, и он абсолютно ответственно об этом заявляет». Помимо Москвы и Питера, факел Новороссии отправился в путешествие по русскому миру. А именно, книгу Павла Губарева с его автографом получил в подарок ряд участников 9-й Международной ассамблеи Русского мира, состоявшейся 3-4 ноября в древнем городе Суздаль Владимирской области под эгидой фонда «Русский мир». А 19 декабря в Большом зале Шахтар-Плаза состоялся итоговый республиканский съезд общественного движения «Свободный Донбасс». Конференция была посвящена подведению итогов работы организации за 2015 год и составлению планов на 2016. На конференции присутствовало около 500 делегатов из всех городов республики, 25 депутатов Народного совета, состоящих в фракции, а также лидер общественного движения «Новороссия» Павел Губарев. Субботу, 19 декабря, в Большом зале Шахтар-Плаза состоялся итоговый республиканский съезд общественного движения «Свободный Донбасс». Конференция была посвящена подведению итогов работы организации за 2015 год и составлению планов на 2016. Сегодня проходит конференция общественного движения «Свободный Донбасс». Нашему движению уже более чем один год и подошло время подвести какие-то промежуточные итоги работы в Донецкой Народной Республике. Здесь прозвучит порядка десяти докладов по самым различным направлениям. То есть и общественные инициативы, публичные мероприятия, гуманитарные акции, работа депутатской фракции. То есть все это будет в комплексе проанализировано, озвучено докладчиками, будут сделаны определенные выводы, какие-то организационные вопросы будут решены. На конференции присутствовало около 500 делегатов из всех городов республики, 25 депутатов Народного Совета, состоящих во фракции, а также лидер общественного движения «Новороссия» Павел Губарев. Начал мероприятие председатель организации Евгений Орлов. «Прошел год, то есть есть и формальный повод нам собраться. Это отчетная конференция о проделанной работе нами за год. Нам есть о чем отчитаться. И более того, хотел бы подчеркнуть, что важен честный диалог, потому что вы сами знаете проблематику внутреннюю, которая у нас была за текущий год. И поэтому нам нужно скорректировать процессы, нам необходимо сделать ошибки для того, чтобы будущий год, а я уверен, что будущий год будет годом роста в нашей организации, для того, чтобы мы не повторяли тех ошибок. Нам выходить нужно единым фронтом, нам нужно выходить монолитной организацией, чтобы в будущем году все наши усилия были сосредоточены вовне, а никак не на решение внутри организационных вопросов». Также на конференции выступили с докладами Алексей Жигулин. Он рассказал о правозащитной деятельности организации Сергея Ковальчук, об информационной поддержке движения Екатерина Павленко, о благотворительной деятельности сообщества Екатерина Губарева, отметила роль общественного движения в политической жизни страны и работе на законодательном уровне. «Мы с вами все голосовали на референдуме. За что же мы все-таки голосовали? Вот я взяла этот документ вчера и попыталась вынести отдельные пункты. Мы бы хотели, чтобы это было демократическое, народное, суверенное государство. Мы бы хотели, чтобы здесь соблюдались права человека. Мы хотели, чтобы было здесь превосходство социальной справедливости, верховенства права и гарантия жизни, свободы и достоинства других прав и свобод. Это то, за что мы с вами голосовали на референдуме». Вот тут вот такие цели, которые мы бы видели, может быть, для реализации свободного Донбасса. Это не полный их перечень. Здесь нет какой-то градации этих целей. Я считаю, что мы должны с вами работать над этим списком. Мы должны понимать все-таки, какие цели мы перед собой ставим. И когда мы что-то делаем потом, будь то это какое-то мероприятие или съезд, или любые наши социальные проекты, мы тогда говорим о целесообразности. Насколько то, что мы делаем, приближает нас к тем целям, которые мы с вами заявили. Вот эти цели, я думаю, что мы дополнительно сделаем какой-то раздел на сайте. И мне бы хотелось, чтобы во всех ячейках, любого уровня, шло обсуждение этих целей постоянно. То есть мы их можем корректировать. Каждый из вас может говорить о том, что давайте мы сейчас возьмем вот такую нишу или такой проект, и мы его подтянем. И, например, у вас есть какая-то идея, как его реализовать, и вы предлагаете механизм, как его реализовать. Алла Бархатнова сделала доклад о роли женской части организации в политической жизни республики. Об организационной работе движения рассказал Евгений Галышкин. О проектах, реализованных организацией в 2015 году, перед собравшимися, говорил Сергей Цыплаков. Мирослав Калугин, представитель организации, выступил с отчетом о ее работе. Об идеологических основах движения говорил Мирослав Руденко. Также перед делегатами выступил представитель организации из Горловки Олег Губанов. По республике сейчас работает 32 общественных приемных движения, и за это время было принято порядка 1 тысячи жалоб и заявлений от граждан республики. Открыто 38 ячеек свободного Донбасса и принято 3600 новых участников. Сегодня прошла отчетная конференция общественного движения «Свободный Донбасс». На ней мы представили те результаты, которых мы добились за год. Мы показали разные сферы, в которых мы работали. Это и законодательство, как работали депутаты, что нам удалось создать электронную приемную, что нам удалось наладить диалог с нашими избирателями, с гражданами Донецкой Республики. Мы показали весь механизм, начиная от того, как нам попадает проблема, как она идет вверх, как мы по ней работаем. Дополнительно мы рассказали о наших и социальных проектах, и проектах, которые были направлены на фиксацию военных преступлений. Был такой достаточно обширный отчет. Конечно же, мы говорили и о целеполагании для нашей организации, для республики в целом. Мы говорили о тех программах, о тех стратегических документах, которые должны появляться. Мы говорили о том, что граждане должны более активно включаться в работу, и какая цель вступления в общественные организации, какая цель общественных организаций в формировании нового государства. Большинство депутатов выступали на этом съезде, рассказывали каждый о своих достижениях, о том, что удалось делать за весь год. Выступали также активисты разных ячеек, разных городов, рассказывали о положительном опыте, о том, что удалось реализовать, в чем возникают трудности. Я считаю, что такие отчетные мероприятия, они очень важны для того, чтобы посмотреть все-таки на результаты работы и подкорректировать план работы на следующий год. Прошел год, есть и формальный повод поговорить, и есть и насущная проблема скорректировать процессы. То есть мы понимаем, что нам необходимо в следующий год вступать как монолитная организация, нам необходимо кооптировать как можно большее количество населения, вовлекать в управление государством, нам необходимо искать новые пути решения этого вопроса, и поэтому мы исходим с принципа демократического централизма, нам необходимо слушать людей, и на основе этого на площадке свободного Набаса вырабатывать решения. Сегодня довольно-таки много было сказано о том, что сделано, но самое главное, что мы учли ошибки, которые были в текущем году, к сожалению, они были, и мы теперь не будем наступать на старые грабли, монолитная единая организация, которую будут слушать и которые будут прислушиваться. Это наша задача. Наша задача создать системную картину по тому, как должно быть, как оно должно происходить, и в этой связи мы, естественно, будем опираться на тех людей, которые в нашей организации. Очень благодарен всем, которые не опустили руки, а продолжают работать. Уверен, что долгая воля и светлая наша идея позволит нам не потерять ни энергию, ни энтузиазм, и вместе мы сила, и вместе мы победим. По окончании докладов, председатель общественного движения Евгений Орлов наградил грамотами самых активных ее членов, а Павел Губарев лично вручил каждому экземпляр своей книги «Факел Новороссии». После официальной части актив организации и делегаты съезда сделали групповое фото на память. Дмитрий Зиньковский, Станислав Мухин, Вячеслав Богачук, Дмитрий Русский. Специально для Новороссия ТВ. На этом у меня все. Я снова напоминаю, что более подробную информацию зритель может получить, посетив официальные ресурсы Новороссии ТВ. Интернет-сайт и ютуб-канал. Уважаемые телезрители, команда телеканала Новороссия сердечно поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Уходящий год сплотил нас как никогда. От всего сердца мы желаем вам любви и здоровья, а также мирного неба над головой. С вами был Дмитрий Подорожник. Смотрите Новороссия ТВ. Дальше больше. Дальше больше. Дальше больше. Дальше больше. Дальше больше. Дальше больше. Продолжение следует...